С каждым годом автомобили становятся все более ненадежными. Причем немецкие премиальные бренды впереди планеты всей. Сегодня в интернете публикуют огромное количество заказных рейтингов. А тот, кто оплачивает эти рейтинги, тот их и танцует. Ведь никто открыто не скажет, что практически все современные моторы по сути одноразовые, как и сами машины. Еще в середине 90-х годов маркетологи посчитали, что делать автомобили, которые ездят более 150 тысяч километров пробега, экономически невыгодно. 5 лет. Именно столько, по их мнению, должен составлять срок жизни современной машины. Собственно, сейчас так оно и есть. В этом обзоре мы не говорим про китайские или отечественные тачки, потому что машинами их в принципе сложно назвать. В этом обзоре мы говорим про достаточно дорогие авто. Главный критерий – стоимость ремонта и уровень их ненадежности в российских условиях. Именно по мнению тех, кто непосредственно этим занимается. Приступим. 10 место. Audi A6. Начиная с индекса C6. С движками опять же V6. Три шестерки. А если там еще и коробка Multitronic, то вы просто счастливчик. К примеру, для того, чтобы поменять цепь ГРМ, необходимо разобрать пол машины. Детище VAC постоянно требует серьезных вложений и ремонта. А когда говорят о легендарном немецком качестве, даже мой код угорает. Никакого качества давно уже нет. А теперь пнем японских товарищей, причем не из дорогого сегмента. 9 место. Mitsubishi Outlander. Практически аутсайдер. Он же Peugeot 4007 и Citroën C-Crosser. С вариатором JF-011E. Достаточно пару раз хорошенько забуксовать где-нибудь в грязи и наступает хана гидротрансформатору. А нафига тогда нужен кроссовер, стесняюсь спросить, если он умирает на внедорожье. Multivan T5 на 8 месте. С дизельным пятицилиндровым двигателем 2.5. Это дизель с блоком из алюминия. Еще его устанавливали на Touareg. И хотя VAC после 2011 года снова вернулся к дизелям из чугуна, лучше они не стали. Может быть в Германии Т5 и проедет 1250, но в России с нашим топливом вряд ли. BMW X3 и мотор N46. 7 место. Это не просто Vanoz. Это дабл Vanoz. Другое дело X3 с двигателем N47. Он еще хуже. Опять алюминиевый дизельный мотор. Но с еще большим гемороем. 6 место. Mercedes-Benz 212 на моторе M272. Тут, как многие знают, довольно быстро стачивается звездочка на промежуточном валу. Раскакивает цепь и привет семье. Опять же алюминиевые бошки. Да, их гильзует, но это во-первых дорого, а во-вторых никаких гарантий. Хотя едет он весьма бодро. До тех пор пока едет. Эти же моторы ставили на огромное количество Мерсов. На 211, на МЛ и так далее. Такая же ерунда с квазовами 221 и 222. А жаль. Passat B7 с двигателем 1,4 литра на турбине. Это не просто одноразовый мотор. Это мотор на 1-2 года максимум. Поздравляю, 5 место. Только вдумайтесь, поршневая группа у этого агрегата выходит из строя, а иногда и просто разваливается спустя 30-40 тысяч километров пробега. Были случаи через 20. Но даже если вам дико фортанет и вы сумеете проехать 1070 километров, то за это время вы успеете дважды поменять цепь ГРМ. Зачем делать такое откровенное говно, непонятно. И снова Ауди. На этот раз А4-Б7 с дизельным двигателем 2.0 TDI и насос с форсунками. Список очень частых и очень тяжелых болезней этого мотора словно 4 тома «Война и мир». Не то что прочитать, унести тяжело. Достаточно сказать, что голова может просто растрескаться. Браво, Ауди! Вы постарались, 4 место. BMW X5 E70 с автоматической коробкой передач от компании ZF. Модель 6HP. В сочетании с двигателем 4,4 литра это гремучая смесь ненадежности и диких расходов на ремонт. Потрясающий результат. 3 место. Серебряный призер. Porsche Cayenne и его сверхненадежные двигатели V8 с бошками из того же алюминия. Пресловутое локосиловое покрытие. Машина на год на два, а дальше кусок железа. А теперь победитель. Mercedes GL500 с мотором 278. Опять технология Alucil, то есть алюминиевый блок без гильз. Хотя все силовые установки, произведенные по этому принципу, сделаны для того, чтобы ломаться сразу же после истечения гарантийного срока. Спасибо тебе, главный инженер. 8 поршней по 45 тысяч рублей за штуку. Плюс гильзовка, плюс работа. Пол миллиона за ремонт. И вся эта радость уже через 70 тысяч пробега. Не в каждом, конечно, случае. Иногда и до сотни ходят. Такой вот подарок от компании Mercedes. Стоимостью около 7 миллионов рублей. Кстати, я ни к чему не призываю. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей узнало, что они покупают. Возможно, кому-нибудь это сэкономит приличную сумму денег и нервных клеток. В список также не вошли Range Rover, Bentley, Jaguar и ряд других премиальных брендов. Почему? Да потому что один хрен там стоят те же самые моторы, что уже есть в нашем рейтинге. Только ремонт дороже и разочарований больше. До встречи и не покупайте современное говно. Субтитры создавал DimaTorzok